Радио Энерджи подарит тебе 1 миллион рублей. Только одно условие. Говори правду. Детектор правды. Эпизод второй. Евгения Полуэктова. Из Москвы помощник генерального менеджера в очень крупной, солидной европейской компании, которая здесь в Москве базируется. Она у нас сегодня в студии. Платят ей мало, видимо. Или она просто жадный человек. Нет, ни капельки не жадный. Я поэтому пригласила сегодня свою подругу. А ты что, с ней поделишься? Ну, я думаю, что две сумки, поэтому разделим двоих. О, миллион, они уже знают, сколько сумок надо, чтобы забрать миллион. Поделили шкуру невыигранного пока медведя. И приступим к ответам на вопрос. Ты занималась сексом в присутствии других людей? Да. Правда? Правда. Твоя подруга Настя что-то видела или как? Настя, ты видела что-то? Ты прям такое удовольствие искренне получаешь от этих вопросов. Ну, что так странно? Ей 28 лет. Я просто кайфую. Я просто кайфую. Она кайфует, когда она при людях это делает. Не, ну тогда покайфуй. Мы сейчас услышим в подробностях. Когда же это было? Ну, это не совсем было демонстрационно перед какой-то публикой. Просто были соседи дома. Соседи дома? А, ты, наверное, снимаешь какую-то комнату или что? Нет, были родители дома. Я не снимаю. Понятно. А соседи-то откуда делаются? Дай человек забрался, да? Ему немножко свое доброе имя отмыть. Не родители, а соседи двери раздернули. Соседи, например, в гостинице могут быть. А, вот так, да. Да, в гостиничном номере. Ну, они что, сидят на соседней койке и смотрят? Отвалите от человека. Ну, они не смотрели, но были по соседству. Ты используешь игрушки из секс-шопа или другие подручные материалы? Ты сказала всем. Да. Да. Правда? Классно. Ну, теперь ты нам расскажешь, что именно, что? Наручники, плетки. У меня нет отклонения на сексуальной почве. Это все нормально. Ой, Катюшина, развеселилась. Она у тебя ничего займы-то не брала? И в твоей личной коллекции? Нет. Нет? Слушай, я так подозреваю, что у нас Катя скоро придет. Катя скоро придет на детектор правды. Что-то она, по-моему, много скрывает от нас. Ну, часто ты ходишь в интим-магазин? Ну, это так уж просто для поддержания разговора. Часто. Часто? Серьезно? Как за хлебом? Нет, ну, не как за хлебом. Ну, Мороз, я тебе включу микрофон, мы поговорим с ней. Я представляю, я приходит в интим-магазин. У меня докторской завести палочкой. Предыдущая закончилась. Секси, ты любишь, когда тобой командуют? Да. Мама сейчас за голову схватилась. Правда? Нет, я что-то не поняла. Она бьет мужчину или она любит, когда ее бьют? Я скажу одно. Я запуталась. Она бьет и говорит, командуй мной. Я здесь скажу одно. Все наши, то есть, слушатели, мужская часть, они все, наверняка, уже желают ее сейчас, что мало ли покажется. Смотрите вы трансляцию на сайте ngfm.ru. Есть на что посмотреть. Эфир мне очень понравился. Было очень весело. Были очень камерзные вопросы, которые иногда вводили в ступор. Но все-таки я собралась со своими эмоциями и силами и преодолела все препятствия. Спасибо ведущим за поддержку. И спасибо радио, что я попала сюда.